Хей! Это Нейро Агний, и вы попали на Нейродайджест, где мы вместе погрузимся в мир тематических подборок в области искусственного интеллекта. Мы продолжаем разбирать нейронки, посвященные генерации видео и анимации. Пришло время рассмотреть Video Crafter 2 от Tencent AI Lab. Этот проект предлагает метод генерации видео из текстовых запросов, опираясь на комбинацию низкокачественных видеоданных и высококачественных изображений для обучения модели. Исследование фокусируется на анализе связи между пространственными и временными модулями в моделях генерации видео. Ключевым моментом является определение степени этой связи и ее влияние на качество сгенерированного контента при ограниченных данных. Методика заключается в следующем. Вместо традиционного подхода, требующего обширного набора данных высокого качества, команда использовала низкокачественные видео для обучения временным характеристикам и высококачественные изображения для улучшения пространственных характеристик. Это позволило разделить обучение на два этапа, где сначала модель адаптируется к движению и динамике, а затем к детализации и четкости изображения. Авторы проекта обнаружили, что полное обучение всех модулей создает сильную связь между пространственными и временными элементами, что может быть неоптимальным при работе с низкокачественными данными. Они предложили альтернативный подход, заключающийся в изначальном обучении модели на временной согласованности с помощью низкокачественных видео, а затем в дообучении пространственных модулей на высококачественных изображениях. Это позволило улучшить визуальное качество без потери движения и динамики. В итоге методика Tencent AI Lab показывает, как можно эффективно использовать ограниченные и разнообразные данные для создания качественного видеоконтента. Это демонстрирует возможность улучшения качества генерации видео без необходимости доступа к большому объему высококачественных видеоданных. Перейдем к следующему проекту нашей тематической подборки. Теперь мы добрались до работы группы исследователей из Alibaba Group и Ant Group под названием Video Composer. Этот проект посвящен решению проблемы контролируемого создания видеоконтента, что является значительным вызовом из-за сложности временной динамики и необходимости обеспечения последовательности между кадрами. Основываясь на парадигме композиционного генерирования, Video Composer позволяет пользователям гибко составлять видео, используя текстовые, пространственные и, что наиболее важно, временные условия. Уникальной особенностью является введение вектора движения из сжатых видео в качестве явного сигнала управления, который направляет временную динамику. Кроме того, разработанный с патио временной кодировщик условий STC Encoder служит унифицированным интерфейсом для эффективного включения пространственных и временных связей, последовательных входных данных, что позволяет модели лучше использовать временные условия и достигать более высокой последовательности между кадрами. Video Composer использует подход к созданию видео с помощью текста и других условий, таких как эскизы или даже простые ручные движения. Это означает, что вы можете буквально нарисовать движения, которые должны быть в вашем видео, и система превратит их в реальность. Это открывает новые возможности для творчества и персонализации видеоконтента. Экспериментальные результаты показывают, что видеокомпозер способен одновременно контролировать пространственные и временные узоры в синтезированном видео, в различных формах, таких как текстовое описание, последовательность эскизов, ссылочное видео или даже просто ручные движения. Команда провела обширные эксперименты, которые показали, что их система может точно следовать заданным шаблонам движения и формы, делая видеосинтез более интуитивным и доступным. И самое лучшее, они сделают свой код и модели доступными для всех, чтобы любой желающий мог воспользоваться этими технологиями. И теперь перейдем к следующему проекту, который также стоит нашего внимания в рамках текущей темы. С каждым годом китайские гиганты все больше и больше инвестируют свои деньги в технологии, связанные с ИИ, вот и Alibaba Group и нескольких университетов, фокусируются на создании высококачественных видео из статических изображений с использованием каскадных моделей диффузии. Так появилась i2gen XL. Основной акцент делается на преодолении проблем с семантической точности, четкости и пространственно-временного соответствия, которые часто возникают из-за недостатка хорошо выровненных текстово-видеоданных и сложной внутренней структуры видео. Сам процесс генерации видео разделен на два этапа. На первом этапе базовый уровень обеспечивает семантическую связность на низком разрешении, сохраняя контент и идентичность входных изображений. Здесь используются два иерархических кодировщика. Фиксированный кодировщик Clip для извлечения высокоуровневой семантики и обучаемый кодировщик контента для деталей низкого уровня, который затем интегрируется в модель диффузии видео. На втором этапе выполняется уточнение видео, повышение его разрешения до 1920 на 720 и улучшение деталей. Что касаемо данных, для улучшения разнообразия исследователи собрали около 35 миллионов одиночных текстово-видеопар и 6 миллиардов текстово-изображений пар, покрывающих широкий спектр категорий повседневной жизни. Сама же модель была оптимизирована путем тренировки отдельной модели диффузии видео с простым текстом в качестве входных данных, оптимизируя ее начальные 600 шагов деноизинга. Используя процесс зашумления деноизинга, удалось генерировать видео высокого разрешения с временной и пространственной согласованностью. Через обширные эксперименты команда исследовала принципы работы i2vGenXL и сравнила его с текущими лучшими методами, что позволило продемонстрировать его эффективность на разнообразных данных. Результаты показали, что i2vGenXL обеспечивает более разумные и значительные движения в этих случаях. Мы подошли к концу, но ваше мнение важно. Какие темы из сегодняшнего выпуска вы бы хотели увидеть в деталях? Оставьте комментарий. Субтитры создавал DimaTorzok